стой здесь бутылки валяются надо бы собрать ой да тут еще и осколки я всегда собираю стеклянные бутылки которые попадаются у меня на пути тем более осколки те кому приходилось лечить пореза на лапах собак меня поймут я допускаю людям лень донести бутылки до мусорного бака но бить ты их зачем у меня сложилось впечатление что к 21 веку люди обезумели и одичали потому что только безумцы будут переводить невозобновляемые природные ресурсы бытовые отходы и только дикари станут этими же отходами заваливать собственную среду обитания идеология потребление доведет до того что на земле невозможно будет обитать беда в том что людей невозможно убедить что если они и дальше будут варварски разрушать гармонию природы то матушка земля просто уничтожит все человечество также быстро как люди уничтожают близне дворные бактерии и от высокоинтеллектуальной цифровой цивилизации останутся на земле только тараканы и роботы останкинский парк начинается с дубовой рощи она была высажена здесь еще в 16 веке взгляните вот этому дубу больше 150 лет здесь таких около 20 эти дубы живые свидетели истории они связывают нас теми кто жил до нас два столетия назад представьте себе что под этим дубом в этой рощи гуляли не только параша жемчугова со своим возлюбленным графом шереметьевым но и побывавшие в усадьбе останкина такие исторические личности как польский король станислав август понятовский прусский король вильгельм третий российские императоры елизавета петровна павел первый александр первый символично что здесь в останкинском борце построенном крепостными александр второй лично огласил проект указа об отмене крепостного права деревья живут значительно дольше человека в этом их удивительная сила во многих странах старые деревья берутся под охрану государства за ними тщательно ухаживают стараясь максимально продлить их жизнь сосна байкуша в болгарии парк секвоя в сша дуб кайзер в берлине селмужский дуб в литве дуб пугачева тополь сергей есенина мне известно о существовании всероссийской программы деревья памятники живой природы но при этом я никогда не замечала чтобы здесь в останкинском парке эти дубы кто-то оберегал к сожалению за последние 50 лет дубовая роща сильно поведела я часто вижу как в парке вырубают деревья и ни разу не видела чтобы на их место подсаживали новые я очень беспокоюсь что довольно скоро от дубравы ничего не останется у российского дворянства была замечательная традиция сажать в парке вокруг своих усадеб сменилось несколько поколений поменялся общественный строй и даже государство а деревья остались когда-то сюда в эту дубраву нас первоклашек приводили учителя собирать желуди я хорошо помню коробки с желудями которые учителя передавали потом в лесные питомники в нашей 271 школе была такая традиция в третьем классе ранней весной учитель давал всем задание посадить желт или каштан в цветочный горшок поливать его и наблюдать как он растет в конце мая проводилась торжественная линейка по поводу окончания начальной школы дети приносили на нее свои саженцы звучала музыка на пусть и учителей а потом все шли сюда в парк и каждый ребенок сам сажал свой саженец теперь из них выросли большие деревья это простая традиция на всю жизнь приучила детей к тому что деревья надо сажать и нельзя ломать я отношусь к дубам с трепетным почитанием как язычница посмотрите какой красавец дуб дуб дерево особенное потому что это дерево проводник его помощью осуществляется связь человека с мирозданием тому кто сумеет наладить с контакт дуб не только подарит силой но и будет благотворно влиять на судьбу всего его рода шаманы говорят что энергетика дуба влияет на жизнь не только отдельных людей но и целых народов дуб кедр сосна береза липа подпитывают своей энергией людей именно эти деревья необходимо сажать как можно больше в местах поселения человека а вот тополь осина ей его забирают энергию хотя они тоже играют определенную роль в природе теперь вам понятно мое особенно трепетное отношение к дубам надеюсь что после того как я рассказала мои первые две истории вы не сочтете меня сумасшедшей авантюристкой когда посмотрите две последующие истории хотя как раз эти слова я порой слышу в свой адрес я буду очень счастлива если среди слушателей найдутся мои единомышленники и очень признательна тем кто поставит лайк и комментарий к этому фильму